Здарова тебе, мой дорогой друг! И сегодня мы с тобой сделаем токарный резец из штока автомобильного амортизатора. Это задний амортизатор от Citroёn. Неважно от какой машины, какая разница, это задний амортизатор. То есть шток у него небольшой, поменьше, чем от переднего. Поэтому сейчас мы это все разберем, вынем непосредственно шток и уже будем дальше разбираться. Ну а ты не забывай сейчас подписаться, написать свой комментарий, а также поставить лайк или дизлайк. Поехали! Сейчас сточем вот эту приваренную шайбу, упор, и уже будет голый шток. Итак, штанга полностью целая, полностью чистая. Да, где-то есть места я задел диском, но я это все обошел. Все ровненькое, все замечательно. Итак, сейчас что мы сделаем? Выберем сторону, с которой будет у нас непосредственно нож. Возьмем, наверное, вот эту сторону сейчас я отпилю. Эту же оставим, потом попозже зашкурим, попозже чуть-чуть конусом сделаем, чтобы в ручку уйти. Сейчас отпилим. Сейчас отпилим. Далее, надо нарисовать разметочку будущей канавки. Мы будем делать рейер. Она нужна вот так вот, большая. Далее наши действия максимально простые. У меня, к сожалению, диск толстый на болгарку остался только вот такой вот маленький, ужесточенный, но я думаю, его тоже хватит. Я думаю, понятен алгоритм. Сейчас возьмем болгарочек. Сделаем насечку тонким диском по максимуму. А далее уже будем работать большим. Я тут подумал и решил, что проще это сделать на наждаке. Сначала снять фаску небольшую, а уже по этой фаске по ровной пройтись большим. Итак, я снял фаску и даже пробил тонким диском болгарки вот канавку первую. Вот она. Фаска у нас вот так. И, соответственно, первая канавка. Сейчас вставлю вот этот диск и попробуем поработать. Это, конечно, очень муторный процесс, но, тем не менее, он поддается. Вернемся, когда сделаем уже. Сейчас все равно периодически надо охлаждать, ходить снег. Итак, у нас получилось. Не полностью она у меня с горкой, грубо говоря, получается. То есть неравномерная канавка, потому что тяжело, очень-очень тяжело точится этот металл. Мне в комментариях в Дзене кто-то там, блин, накидывал о том, что это сыромятина просто типа вот хромированная. Да пипец, ребята. Оно вообще практически не точится, даже внутри. Какая нахер сыромятина? Тем более, что камортизатор не может быть сыромятиной. Это, как минимум, цементированная сталь. Край получил... Получилось проточить больше всего, чтобы сейчас сформировать режущую кромку. Сейчас пойдем пробовать сформировать эту режущую кромку. Но я уже считаю, что получится 100% офигенный резец. Во-первых, он очень тяжелый, меньше отдачи будет, а во-вторых, длинный, а во-вторых, потому что я его сделал сам. Идем точить режущую кромку. Получается вот такая вот загогулина. Заточка еще надо помудрить, безусловно. Пытаемся под ноготок это все сделать. Вот так вот. разберемся. Но уже могу сказать точно, что точит неплохо. Единственное, конечно, я все-таки кромку, наверное, перегрел. Она немного мягкая стала. Но это сточится. Все равно нужно затачивать под более острым, наверное, углом. Дальше. Есть, конечно, вот эти небольшие косячки, то, что здесь было наварено. Это бушный уже амортизатор. Он уже использовался в других вещах абсолютно. Из него был сделан стул. Да. Вот такая вот есть осиновый брус. Абсолютно сухой. Сейчас мы сделаем рукоятку к нему. Показывать, я думаю, нет смысла. Хотя, может быть, попробуем им же поточим как раз рукоятку. Покажу, как он работает. Сейчас вернемся. Я уже пробовал заготовку из полусухой ольхи, подтачивал. Вот такой вот получается рез. Летит мелкая стружка. Можно показать сейчас дополнительно наглядно. неоднородный материал. Он просто местами трухлявый, местами был живой, подсыхал. А так, конечно, прелесть этого резца в том, что он тяжелый. Вот вся вибрация, то, что после сушки заготовку повело, она практически не ощущается. Сейчас еще добавится ручка, будет вообще замечательно. вот такая у нас получилась рукоятка. Просверлил отверстие немного криво, но сейчас отцентрую более-менее нормально. Я не буду ставить никакое кольцо металлическое, потому что, блин, у меня его просто нет, это геморрой сейчас лишний разводить. Я просто посажу на эпоксидный клей. Вот таким вот образом отцентровали. Оставим подсохнуть на 10 минут буквально. Получается вот такой огроменный резец. Самое главное, очень тяжелый, увесистый и контролировать хорошо за эту заготовку. Итак, эпоксидка засохла, все. Безусловно, как я сказал, что я немного закосячил с отверстием, потому что, блин, нет нормального патрона, но в любом случае вот по этой оси у нас он идеально ровный, а далее по барабану. Сейчас обработаем мастикой, масло-воском и пойдем поточим что-нибудь. Попробуем. Какая прикольная осина с розовыми вкраплениями. Интересно. Итак, все та же ольха. такая конечно она огромная. Ну что, первое впечатление контролировать безумно легко этот розец, потому что он очень тяжелый, большой противовес в виде огромной ручки. отвертки. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Шикарно! Разобраться дальше с заточкой Греется, конечно, но потому что большая площадь соприкосновения А так вот стружка Повторюсь, это не однородный материал Где-то гниль, где-то супер-супер живое дерево Где-то просто сухое Но тем не менее Очень классно Классно работает